Известные преподаватели ведущих творческих вузов страны приехали в Ярославль. В стенах музыкального училища имени Собинова стартовала осенняя сессия мастер-классов в рамках регионального образовательного центра Юрия Башмета. О том, чему учат юных дарований и приглашенные гости и родные преподаватели Собиновки в ближайшие 10 минут в программе на повестке дня. В студии Юлия Тихомирова. Здравствуйте. Мои гости Светлана Шубина, директор Ярославского музыкального училища. Светлана Валерьевна, добрый вечер. Здравствуйте. Что же это за мастер-классы и как они проходят? Если вернуться к истокам, то вот напомню, что в 2019 году в рамках Сампетербургского международного культурного форума было подписано соглашение между Департаментом культуры Ярославской области Юрием Башметом, Русским концертным агентством и Ярославским музыкальным училищем имени Собинова об организации и создании регионального образовательного центра Юрия Башмета в Ярославле. Одна из самых главных задач — это, безусловно, поддержка творчески одаренных детей и молодежи Ярославской области и Ярославля. Ну и, конечно же, профориентационное самоопределение детей и студентов в будущем, потому что нам нужны молодые кадры. Ярославль стал 14-м регионом, в котором действительно эти мастер-классы проводятся. Ведущие преподаватели, как вы уже сказали, музыкальных вузов Московской консерватории, Санкт-Петербургской консерватории, Парижской консерватории, Королевской академии музыки в Лондоне приезжают к нам и работают с нашими и студентами, и одаренными детьми из всех регионов Ярославской области. И это для нас очень почетно, с одной стороны, а с другой стороны очень ответственно. Мы подходим к этому, и вот таким образом уже полтора года ведутся такие занятия. Их проходит 24 в год, в месяц три сессии проходят, и каждая сессия длится 2-3 дня. Отлажен алгоритм работы, это и взаимодействие с русским концертным агентством, плотное такое по поводу приглашения преподавателей, те, которые нам нужны, специалисты, мы приглашаем. И, конечно, взаимодействие с преподавателями школ. И все регионы, повторяю, все регионы Ярославской области у нас уже побывали на этих мастер-классах. Кто приезжает в училище в этот раз? Ну, у нас вот только что закончилась октябрьская сессия, у нас были замечательные мастер-классы по скрипке, по специальности, по специальности вокал. Это преподаватель была Хоровой Академии в Москве и ГИТИСа Наталья Алексеевна Попова. Это, конечно же, духовые инструменты. Духовых инструментов у нас в мастер-классах по духам очень много, насыщенный график. Это и медные духовые, и деревянные духовые, и вообще все специальности. Я хочу сказать, что Ярославский регион первый, в котором прошли мастер-классы по композиции из всех 14 регионов. И в этом году у нас открывается новая специальность, и уже были замечательные мастер-классы от преподавателя Московской консерватории Двозкина Елены Марковны по теории музыки. Это очень востребовано оказывалось, и на этих мастер-классах было очень большое количество слушателей, преподавателей. Светлана Валерьевна, Вы упомянули, что не только студенты училища могут пройти мастер-классы, а вообще много ли желающих и нравится ли детям, и не только детям, и подросткам, и юношам занятия? Конечно. Желающих очень много, и особенно на такие востребованные специальности, как фортепиано, гитара, вокал. У нас вообще создано положение по отбору детей, у нас не все могут принять участие. Прежде всего, это старшеклассники и дети, у которых уже есть определенные творческие достижения. Потому что это, конечно, большая ответственность выставить ребенка такому маститому преподавателю, да еще в присутствии слушателей. Но это прекрасная мотивация. Безусловно. А скажите, чем важны эти мастер-классы для преподавателей? Для преподавателей это колоссальная профессиональная методическая помощь. А вообще преподаватель, он обучается и сам себя обучает, и в том числе учится на такого рода мероприятиях всю свою сознательную жизнь. Вот, иначе просто получается какое-то творческое истощение, мне кажется. Поэтому это, конечно, мощнейшая энергетическая подпитка, это глоток свежего воздуха, а многие нам говорят, это вообще кислородная подушка. Это необходимо. Кто из именитых преподавателей приезжал в стены Особиновского училища и особенно вам запомнился? Все, все. Ну, хочу сказать, что у нас, конечно, был Александр Цыганков. Это золотая домра России, это лучший домрист России. Это душа человек, совершенно всех очаровавший своим каким-то необыкновенной харизмой, лаянием. И он показал свои произведения, он послушал наших юных домристов, он дал ценные указания. И вот произошло такое общение, после которого очень хочется всем расти, заниматься, участвовать в конкурсах. Вот, мне кажется, это главное. Это та среда, которая необходима талантливым детям. Они попадают, как огурцы в рассол. Простите за такое сравнение. Но вообще, конечно, преподаватель – это садовник, который создает благоприятную почву для развития одаренного ребенка. И вот эти мероприятия – это вообще главное. И лучше этого я ничего не знаю. А сам маэстро Юрий Башмет приезжал к вам с мастер-классами? Юрий Башмет с мастер-классами к нам не приезжал за эти полтора года. Я надеюсь, конечно, это все состоится, потому что у нас есть и камерный оркестр, и квартетный класс, который мы очень хотим показать маэстро Юрию Башмету. У нас были творческие встречи с Юрием Брамовичем. И какие впечатления от этих, понимаете, незабываем. Это на всю жизнь. Потому что это музыкант, легенда, который играл с гениальными музыкантами, в том числе с Святославом Рихтером. Мы вообще преклоняемся. И его позиции. Потому что ведь этот проект носит глубоко социальную направленность. Наши одаренные дети из самых разных удаленных уголков, из Пашихония, из Любима приезжают, из Мышкина. Причем сначала преподаватели в качестве слушателей приезжали, а сейчас они уже осмелили и привозят своих питомцев показать. Это очень важно, потому что это было бы им недоступно, если бы не было этого проекта. Это достаточно дорогостоящий проект. А для них это совершенно бесплатно. Здесь два источника финансирования. Это гранд-президента со стороны, в рамках общероссийской программы Юрия Башмет молодым дарованием России. И это региональный бюджет. Выделяется в субсидии определенная сумма на выполнение госзаданий. Это госзадание у нас. Поэтому это замечательно. Согласитесь, что мастер-класс это отличная возможность для студентов проверить свою программу перед конкурсом. Вообще часто ли, как часто они выступают на конкурсах? На каких конкурсах? Какие достижения вы можете отметить в этом году? Мы не сторонники того, чтобы очень часто юный музыкант ездил на конкурсы. Потому что важно не набить портфолио грамотами, а прежде всего, наверное, получить какой-то профессиональный рост, обеспечить профессиональный рост своего ученика, когда преподаватель посылает его на тот или иной конкурс. Но конкурсы, в которых принимают наши студенты участие, очень серьезные. Во-первых, это очень серьезные и сложные профессиональные программы, которые они играют, и, конечно, очень высокий уровень конкуренции. Но среди таких самых знаменитых конкурсов это «Дельфийские игры», безусловно, где наш вокалист получил золотую медаль в этом году. Я хочу сказать, что все регионы России, включая столичные города и города с консерваториями, принимают участие. Поэтому, конечно, переоценить это достижение очень трудно. И вообще все, кто поехал в этом году, ребята, это были отмечены на «Дельфийских играх» дипломами, что тоже очень почетно, потому что это четвертое место. Всероссийская олимпиада в Нижнем Новгороде, где тоже очень много от Новосибирска до Калининграда принимают участие. И, конечно же, Всероссийский конкурс «Молодые дарования». У нас участвовали двое, и один занял первое место, а другой – второе. Ну что ж, это без сомнения успех и ваша заслуга. Благодарю за интересную беседу. На мои вопросы отвечала Светлана Шубина, директора Ярославского музыкального училища имени Собинова. Это была программа «На повестке дня». Наши эфиры смотрите с понедельника по четверг в 19.20 на городском телеканале или на сайте gtk.tv. В студии работала Юлия Тихомирова. До встречи. Субтитры подогнал «Симон»!